Глубокой зимой 2018 года мама из Индианы Брилли Джонс пережила невероятный опыт. Она приняла согревающий душ, и та, что произошло после, поставила в тупик медицинских работников и рассказала поистине трогательную историю. У молодой женщины была дисфункция яичников, которая означала, что ее организм не вырабатывал гормоны в нормальном режиме, поэтому у Джонс сложилось впечатление, что у нее нет шансов когда-либо завести собственную семью. Однако Джонс должен был доказать, что врачи ошибались. Всего через три месяца после того, как ей сказали, что заводить детей нецелесообразно, она узнала, что они с партнером Джейдином Вестом ждут ребенка. И это окажется не последним случаем, когда медицинские работники, лечащие Джонса, ошибаются. Действительно, несколько месяцев спустя, когда приближался срок родов будущей мамы, ее ждал еще больший сюрприз. Это был один из поздних зимних выходных в январе 2018 года, когда Джонс начала чувствовать то, что она приняла за схватки. Вероятно, она сделала то, что вы должны были сделать, если почувствовали эти предвестники родов, и обратилась в ближайшую больницу. Но тамошние медики не думали, что она зашла достаточно далеко, чтобы держать ее дома. Следовательно, больница отправила Джонса обратно по снегу в Карлэлл, поскольку врачи решили, что ее схватки были недостаточно частыми. Но когда Джонс вернулся домой, ощущения стягивания и сдавливания не прекратились. Будущая мама всю ночь испытывала небольшой дискомфорт, но больше всего проблем у нее доставляла спина. Однако все это время Джонс верила врачам и не думала, что у нее были нормальные роды. На самом деле, позже, в январе 2018 года, она рассказала местному новостному сайту, что она не чувствовала такой уж сильной боли. До меня это не дошло, вспоминала она. Но на следующее утро, в понедельник, 15 января, произошло нечто, отбросившее все сомнения в сторону. Джонс пошла умыться и привести себя в порядок, и это оказался душ, который она запомнит навсегда. Это потому, что прямо в середине мытья она поняла, что происходит что-то еще. Всего за несколько минут Джонс родила своего мальчика прямо там, в душевой кабинке. Брат Джонса услышал шум и подбежал к двери ванной, спрашивая «Ты в порядке?» Ответ «Должно быть», казался очевидным, но Джонс ответил «Нет, Патрик, не входи сюда». Однако было слишком поздно, и ее брат ворвался в дверь, чтобы предстать перед своим новоиспеченным племянником. Джонс позже описал реакцию Патрика «Он открыл дверь душа и такой, а черт, у тебя ребенок», и выбежал за дверь. Патрик, на самом деле, бежал за помощью. Он набрал 911 и попросил вызвать скорую помощь. «У моей сестры только что родился ребенок в душе», — сказал он оператору по телефону. Однако, к счастью, на данный момент с его сестрой и ее малышом все было в порядке. По счастливой случайности Джонс вспомнила пару важных фрагментов информации из своих школьных дней. Джонс знал из урока развития ребенка, что дыхательные пути новорожденного необходимо прочищать. Вскоре после неожиданного события она дала интервью журналу телевизионных новостей «Шоу Инсайт Эдишн». «Я знала, что нужно отсосать у него изо рта и из-за урока, и я знала, что вам нужно убедиться, что он нормально дышит и что у него нормальный цвет лица», — сказала она. Несмотря на всю драматичность родов, она помнила подноготную того, что нужно делать при родах. И более того, Джонс родила в разгар зимней були. Она описала это как обычный снежный день. Но маму и малышку в конце концов отвезли в другую больницу, не в ту, из которой ее отправили домой днем ранее. Тем не менее, еще до того, как Джонс пришло время вернуться домой из общественной больницы округа Салливан со своим новорожденным, об этой истории узнали близлежащие новостные агентства. Вскоре новоиспеченная мама с радостью давала интервью со своей больничной койки. Репортер местного канала WTHITV10 пришел познакомиться с ней в «новоприбывшем», и они узнали, что мальчику дали очень подходящее имя. Видите ли, Джонс назвала своего сына Мэтью Кристофером Вестом, и причина этого идеальна. На самом деле Джонс впервые решила назвать своего сына Мэтью, когда сделала неожиданное открытие, что, несмотря на то, что говорили врачи, она беременна. Я придумал имя Мэтью, потому что Мэтью означает «дар от Бога», так что для меня он был подарком. И Джонс выбрала второе имя Кристофер в память о своем покойном брате.